Добрый день, уважаемые родители! По вашим многочисленным вопросам мы еще раз вернемся к рассказам о гемоглобине и как составляющей элемента красной крови или эритроцитов и совершенно конкретно вопрос, вернее ответ на вопрос, который прозвучал неоднократно, а именно вопрос такой, почему уровень гемоглобина у детей не такой, как у взрослых. Дело в том, что все зависит от потребностей организма в кислороде, и у детей потребность клеток в кислороде больше, поэтому на конкретный объем крови гемоглобина ребенку требуется больше. И вот здесь возникает ситуация, когда в раннем периоде жизни ребенка, скажем, новорожденные несколько месяцев, получается немножко меньше гемоглобина, потому что организм еще не понял, не разобрался, сколько ему кислорода нужно, и потом, это нормальная ситуация, и потом рост гемоглобина очень быстро происходит, то есть гемоглобин начинает нарастать, и нормы гемоглобина у ребенка, они немножко выше. Поэтому содержание гемоглобина у ребенка ни в коем случае нельзя просто переносить на норму взрослых. Она будет немножко разным. Поэтому мы с вами должны говорить о том, что, скажем, гемоглобин даже до 160 у ребенка вот где-то возраста там 5-6-7 до 10 лет, это, в принципе, вариант нормальный, поэтому не надо на это вот так реагировать и волноваться. Но возникает ситуация, когда действительно наличие гемоглобина в крови повышается. И о чем это говорит? Это говорит о том, что в крови находится избыток эритроцитов. Чаще всего, если мы посмотрим анализ крови, мы увидим взаимодействие, количество или корреляцию, одинаковость количества эритроцитов и количества гемоглобина. Если начинает расти и то, и то, до определенных больших цифр, то это требует настороженности, требует особого внимания. Чаще всего повышение гемоглобина указывает на повышение, на избыток эритроцитов. Соответственно, нормальная циркуляция крови сбивается, и это приводит к определенным серьезным проблемам. Слишком высокий гемоглобин – это всегда тревожный сигнал, это признак серьезного сбоя в здоровье. Но это говорит еще только о том, что ребенка необходимо обследовать. Невозможно сказать, что да, это то или иное заболевание. Что может вызывать повышение гемоглобина в крови? Ну, прежде всего, это сами по себе болезни крови. Потом, это какие-то врожденные заболевания, а именно врожденные пороки сердца. Это какие-то онкологические процессы. Причем, зачастую, повышение гемоглобина является первым симптомом, говорящим о развитии какого-то опухоли, какого-то онкологического заболевания. И, как следствие того, что я сказал, проявление сердечно-легочной недостаточности. Причем, это может быть как вызванное проблемами сердца, так вызванное проблемами недоразвития или какого-то сбоя в деятельности легочной системы. Какие признаки могут говорить о повышении гемоглобина? Сонливость, такая необоснованная, быстрая утомляемость, изменение цвета кожи. Причем, не просто, допустим, ребенок побледнел, и вы сразу начинаете кричать, что нужно бежать сдавать анализ крови на гемоглобин. Это и речь идет о стойкой, о стойком изменении. Это может быть стойкое покраснение, такое вот, да, вот, необоснованное, непонятное. Или стойкая бледность. Поэтому мы с вами необходимо на это реагировать и наблюдать. Никогда не останавливайтесь на каком-то одном анализе. Всегда нужно смотреть наличие изменений, в том числе и в гемоглобине, в динамике. То есть где-то через, скажем, 7-10 дней анализ нужно повторить и посмотреть, есть ли действительно те изменения там, или что произошло, какие-то сдвиги в ту или иную сторону. И не забывайте еще вот о каком факторе. О человеческом факторе в лаборатории. Там могут быть тоже ошибки, могут быть сбои, может быть некачественные анализы. Поэтому бросаться лечить или паниковать по одному, даже двум анализам, где есть какие-то нарушения, не надо. Надо посмотреть эти анализы в динамике. И только если в течение, ну, нескольких анализов, допустим, сделанных в течение, скажем, месяца, 3-4 анализа, вы делаете и вы видите стойкие изменения или рост этих изменений, тогда нужно бить тревогу и бить тревогу сразу. Теперь обратите внимание вот на что. Дети склонны к повышенному гемоглобину, даже если он варьирует на высших границах нормы. Нельзя применять определенные препараты. Прежде всего, детям не нужно давать препараты, которые разжижают кровь. Например, это, скажем, такие препараты, как аспирин. Будьте внимательны, потому что многие дают. Или препараты, которые аспирин содержит в своем составе. Вот препараты, которые содержат сульфодимизины, сульфодиметоксин и так далее, и так далее. Особенно детям где-то до 12 лет. Нельзя давать эти препараты, старайтесь подбирать что-то другое. И чаще всего, что является причиной, я специально оставил это на последок, чаще всего причиной повышенного количества гемоглобина является элементарное нарушение питьевого режима. Ребенок просто мало пьет. Отсюда и сгущение крови. Следите за этим и старайтесь, чтобы, во-первых, воздух в комнате был не сухим. И особенно летом сейчас, когда жарко, чаще всего достаточно бросить в комнате мокрую тряпку. И чистую, естественно. И воздух будет более влажным. Ну и не забывайте о питьевом режиме, причем питьевой режим регулируется не наличием соков, кол и всяких других там каких-то жидкостей, компотов, которые ребенок любит и так далее. А просто обычная питьевая вода, может быть минеральная. Старайтесь давать ребенку негазированную воду, хотя газированную тоже можно, но в небольшом количестве. Основное наличие жидкостного режима должна регулироваться обычной питьевой водой. Можно хорошей, в бутылках и так далее. Можно немножко минерализированной, но не лечебная минеральная вода. Об этом, если будет необходимость, мы тоже в каких-то семинарах поговорим. Обычная питьевая вода, которая вот везде продается. Вот за этим нужно следить. Это наиболее частая причина повышенного гемоглобинного ребенка. Банальная нехватка жидкости. Поэтому будьте осторожны, будьте к этому внимательны и следите за ребенком. Поэтому еще раз желаю вам здоровья, счастья и успехов в вашем трудном деле воспитания здорового ребенка. В этом мы стараемся вам помочь по мере своих возможностей. Мы всегда рады вас видеть и слышать. Обращайтесь и берегите себя. До новых встреч.